Кремль отверг идею пускать россиян в интернет по паспорту. Ну просто они не могут, очень бы они этого хотели, нужно понимать, но они не могут саму схему смоделировать, как это сделать. Помните, как тот вахтер строгий, который просил предъявить документы, если не предъявляли, пускал и так. Вот так и здесь может случиться. То есть они будут требовать предъявлять документы, авторизацию проводить, фотографироваться с паспортом вместе рядом с мордой, да, и ничего у них не получится, потому что можно будет и так залезть. Просто они, я так понимаю, на сегодняшний момент это понимают. Вот когда они смогут это сделать, тогда они не будут отрицать. Они скажут, да, все, мы тут защищаем нашу безопасность и прочее, прочее. Глаза Пескова, как у разоблаченного кота, насравшего в тапки. Да, это очень хорошее сравнение, согласен, просто очень точно. Компании Аркадия Ротенберга не смогли заработать на строительстве Крымского моста. Вы вот можете поверить, Крымский мост стоит в 29 раз дороже, чем аналогичные сооружения в Китае. В 29 раз они при этом не смогли заработать. Убытки потерпели. Говорят, в ноль вышли, в ноль вышли. Ну, надо было тогда китайцам отдать, они бы на 28, на 29, в 29 раз сделали бы дешевле, еще бы заработали. Представляете, вот что это говорит об этой компании, если она не заработала, сделав это самым дорогим сооружением в мире. Это как тогда можно заработать? В Барнауле перед приездом Медведеву в 15-градусный мороз посадили деревья. Медведев приехал в Барнаул на поезде, ехал там Харий торговал в вагоне со своими там дружками, рассказывал о том, что работа над эффективностью деятельности компании, структурой доходов и расходов, дополнительным источником для их инвестиций, должна быть продолжена в конечном счете. Это лучше просто позволит компании выполнить те задачи, которые на нее возложены. То есть, блядь, блядь, у чувака похоже. Делириум трейманс, да, белая горячка уже, блядь. Ну, или алкогольный делирий, то есть, слабоумие алкогольное, судя по всему. Ему, видите, налили чай другого цвета. Он говорит, можно докладывать, а кто не докладывает, может по сложившейся традиции пить чай. Смотрю, у меня чай другого цвета, подстаканники одинаковые, а у меня зеленый, а у всех черный. Ну, ему надо было сказать, что у тебя голубчик абсент, а не чай, так что поэтому он и зеленый. Ой, да, очень смешно, конечно. Медведев призвал ускорить развитие генетических технологий в России. Ну, да, чтобы такие уроды, как он, как и Вова, Путин не рождались. Конечно, нужны генетические изменения, чтобы людей немного улучшать. А то такие вот, представляете, цверги замучили совсем. В Москве полицейские придумали схему с подставными свиданиями и с наркотиками. Представляете, какая прелесть. То есть, вот чем занимаются полицейские? Вы думаете, они детей пропавших ищут? Я вполне не удивлюсь, если окажется, что они воруют детей, да, там, для каких-то целей за бабки. Потому что все, что они делают, это, чтобы заработать денег, понимаете, здесь и сейчас хапнуть. Вот разоблачили, я так понимаю, одни полицейские, такие же каренделя, разоблачили своих коллег, да, конкурентов. То есть, полицейские через социальные сети свою подставную, значит, даму заставляли знакомиться с жертвами этого. Она на свидании просила, значит, этих своих, так сказать, нынешних новых кавалеров сходить и взять закладку с наркотиками. Ну, они в угаре, в таком сексуальном шли, брали их, там, брали на этих закладках уже менты и разводили на деньги. Представляете, какая прелесть. То есть, это то, чем занимается вот полиция. Они целыми днями сидят и думают, как же придумать, как взять, заработать, вернее, украсть денег. То есть, то же самое и ФСБшники. То есть, есть те, которые при делах, они там занимаются отмывкой денег, решают бизнес и так далее, и так далее. Они получают деньги. А есть те, которые не при делах, они хотят денег. А других там нет, понимаете? Вообще нет других. В целом узнал, чего боятся россияне. Ну, как, я так понимаю, что беспорядки их пугают внутри их страны, вызванные акциями протеста власти. Ну, это, естественно, в целом, должен сказать, их пугают всех беспорядки, рост преступности и потери работы. Но, оказывается, больше всего их пугает социальная несправедливость и снижение доходов. Тогда, чего они боятся акций протеста, если их это больше всего пугает? Таксюмар он какой-то просто. Блядь. Ну, я думаю, что вот этот ФЦОМ, он, это ОФЦОМ, который всегда рассказывает то, что выгодно Путину. ФЦОМ 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 ФЦОМ